бокс я пришел сам у меня мама 1 у меня отца нет я был предоставлен практически сам себе потому что у меня брат младший и мама которая одна воспитывала нас двоих ей нужно было нас кормить она работала на заводе и она с утра до вечера пропадала практически мы ее не видели дмитрий кириллов боксер-профессионал 36 лет чемпион мира по версии ibf в первом легчайшем весе чемпион мира среди юниоров соискатель титула чемпиона мира по версии wbc чемпион россии 37 боев 31 победа из них 10 нокаутом 7 поражений и 1 ничья прозвище baby я был предоставлен сам себе отчасти улице даже и на этой улице получилось так что как-то вот методом пробных каких-то вариантов заняться каким-то видом спорта и показать свой свой может быть я говорю что это я даже думал может быть это какие-то комплексы невысокого роста показать что раз я не высокий но я могу зато вот попробуй ты сделай я выходил меня в разные кружки и эти чтобы всем утереть нос черт убери я лучше делаю но и что я меньше но я лучше делаю и поменял там легкую атлетику гимнастику там это там борьба там карате разные виды спорта причем везде мне о футбол да давай ты в команде на бокс пришел вот я вот именно встретил тот коллектив тот народ тот того тренера тот ту атмосферу где я вот как раз мог со своим ростом еще кому-то японусу дать то повыше и побольше на часах 5 утра аэропорт кольцово в екатеринбург прилетел чемпион мира по боксу в легком весе дмитрий кириллов здравствуйте как долетели ой даже даже неожиданно как-то неожиданно хорошо неожиданно приятно долетел шикарно вообще в екатеринбурге первый раз да я думаю что да по любительской линии мог быть здесь но вспоминая наверное все таки не был ну значит добро пожаловать спасибо большое да в основном нет на самом деле я же говорю так они медийная личность не избалованная какими-то съемками камерами поэтому честно скажу меня мало знают только из узкого круга людей боксерской сферы да а вот так вот люди абсолютно нет и мне на самом деле я понял что для меня это проще для меня лучше меня начинает когда ко мне какое-то внимание мне начинает это расслаблять и напрягать до банально расслаблять и напрягать то есть напрягать морально как-то расслаблять ну как-то немножко возвышать да и мне это не надо понял что лучше без этого дима ну наконец-то мы встретились наконец-то ты прилетел к нам в екатеринбург очень давно хотели сделать с тобой программу бокс лицах ну и хотим начать наверное с небольшого блиц опроса да саша вопросы будут коротким ну и собственно ответы твои тоже должны быть короткими отвечать быстро ну и не задумываясь первый вопрос продолжу фразу когда я надеваю боксерские перчатки я чувствую кайф из чего должен начинаться день зарядки естественно чего ты боишься одиночество мясо или рыба рыба ты бы хотел что-то изменить в прошлом нет когда лучше тебя не трогать когда делаю вес какого качества характера тебе не хватает немного уверенности твое любимое время суток утро а можешь ли ты заплакать легко чай или кофе и чай и кофе но хорошо давайте чай ну еще один вопрос твое любимое время года лет и еще один последний вопрос экспромтом уже победит чак норрис или брюс конечно брюс левый чем но это еще я только брюс левый лучший моя карьера началась в 98 году боксера профессионалы и где-то в начале 2000 2000 в 2001 году я получил право боксировать за титул чемпиона мира по версии wbc среди юниоров в возрасте до 22 лет и вот этот пояс по версии wbc он у меня первый для меня очень значимый пояс и я был первым чемпионом мира среди юниоров по версии wbc и и я боксировал тогда с южноафриканцем с молодым парнем перспективным высоким и десяти раундовом бою я держал победу с правда была такая немножко там конфуз такой у меня было очень сильное расчищение и расчищение и бой был под угрозой остановки но хорошо сработали катманы мои друзья со спанией я бой победил и в процессе защитил этот титул еще два раза и вот у меня этих два пояса wbc среди юниоров затем дмитрий получил право боксировать за титул чемпиона россии и в 2003 году он одержал победу в десятираундовом бою поэтапно я все-таки шел к основной своей цели в цели чемпиона мира паса под одной из самых престижных версий у меня были попытки за его завоевать пояса чемпиона мира по именно по той же версии wbc но уже серьезно и взрослые весовые это и не получилось первой попытки со второй не получилось у меня по объявле вот в третьей попытки взял этот пояс чемпиона мира айби и самый такой весомый самый значимый любимый и ценный для меня пояс я его взял в процессе защитил его и в 2008 году уступил но все все как бы все поэтапно все все к чему шел все у меня теперь здесь все в этом чемодане все для меня моя миссия моя цель была достигнута взята и теперь я лишь только получаю удовольствие от профессионального бокса тренирую сам выступаю и с таким багажом это для меня очень ценно и значимо с дмитрием кирилловым наша съемочная группа познакомилась в сентябре 2015 года когда в екатеринбурге проходил титульный бой за звание чемпиона европы в первом легком весе приехал со своим тренером уже с ним тружусь не знаю с 2005 года 10 лет 10 лет с тренером помогает мне так что своей командой родной костромин олег васильевич фигура значимая в боксерском мире с 1983 года занимается тренерской деятельностью помимо дмитрия кириллова в его подопечных числятся такие профессиональные боксеры как александр зайцев чемпион россии и европы а также супер тяжеловес андрей фидосов я это делаю все ради своей семьи ради и ради своей жены ради своих детей и выхожу на этот бой и буду доказывать что я сильнейший и благодаря семье я свою карьеру многие бои выиграл у меня она только поддерживала давала мне сил придавалась ему разные этапы жизненные были но я давно просто своей женой и ничего менять не хочу супруга татьяна знает не понаслышке что значит быть женой профессионального боксера она меня поддерживала всегда но единственное что был в моей карьере очень тяжелый бой с и по здоровью очень тяжелый и она присутствует когда этот бой было она потеряла на этом будет 4 килограмма за этот бой да то есть и я был весь рассечен и весь побитый я очень долго восстанавливался после этого боя полгода лечился там бара камеры очень тяжело очень мне дался физически пропущенных ударов много и она после этого боя перестала смотреть и ходить на бокс вообще не может она вообще видеть меня в ринге не по телевизору не не где-то то есть и вообще это не так она дает до этого момента она постоянно была рядом со мной до ходила смотрела болела поддерживал какой-то человек за рингом какой ты всеми семьянин давай какой-то семьянин семьянин но я не знаю уделяю все свое время своей семье но я все-таки хулиган где-то ну еще с детства да и тянет на всякие приключения постоянно какие-то какие-то встречи движения какие-то компании ну так немножко и бывает семья из-за этого немножко страдает и но я это дело стараюсь это балансировать делать это не так чтобы было конкретного ущерб семье но я стараюсь балансировать держать отношения с друзьями и отношения семье чтобы было ровно какой-то баланс потому что понимаю что нельзя быть полностью головы да ног семьянинам в ущерб дружбе и быть полностью с друзьями в ущерб своей семье и поэтому стараюсь вот эту грань какой-то держать бывает порой сложно но приходится него скажи пожалуйста ты суеверный человек если у тебя какие-то ритуалы которые ты меняешь перед выходом на ринг нет ритуалов нет и суеверия от себя я гоню конечно у меня постоянно какие-то идут внутри себя анализ какой-то контроль вот вы если это произошло так значит будет в дальнейшем будет так но на самом деле православный верующий человек и я гоню от себя все эти мысли все от бога и поэтому я после того как стал верить в бога я себя отгоняю все эти мысли санкт-петербург помимо того что является культурной столицей россии подарил нашей стране выдающихся боксеров питер является родным городом боксера профессионала и чемпиона мира дмитрия кириллова было столько возможностей поменять страну и остаться в этом и в испании в америке жить но я люблю свой город люблю своих там друзей окружения свою погоду санкт-петербургскую мрачную дождливую с ума схожу питер я скучаю так что не знаю мне сложно оттуда забрать сложно оттуда вытащить кто был твоим первым тренером кто тебе привел начиналось городской детской юношкой спортивной школе там был тренер молодой андрей бузмаков по сей день я с ним на связи и он продолжает свою тренировочную деятельность но я был наверное какой-то период времени у него и потом у меня очень много пошло смен тренеров там так далее так далее конечно же основную роль в моей карьере это сыграл игорь михайлович лебедев который воспитал много чемпионов он основной роль сыграл наверное и сделал из меня того кем я стал лебедев игорь михайлович заслуженный тренер рсфср мастер спорта ссср тренер сборной команды ленинграда и сборной команды ссср один из первых российских тренеров по профессиональному боксу понятно там все при этом у предшествовала куча вспомогательных друзей общения других тренеров новых но тем не менее все равно мотивацию и заниматься этим вложил не только в меня но и моих коллег там кармазин рома там ваня кирпау да до сих пор конечно на связь с ребятами очень хорошие отношения скажи пожалуйста как ты готовишься к бою как ты изучаешь своих соперников но у меня досконального изучения нет и не было никогда честно скажу свою карьеру начинали вообще боксировать слепую и первые наверно не знаю 20-30 боев я проводил просто вслепую и в данный момент я конечно провожу анализ изучаю соперника но не досконально но все равно я смотрю его позиции его стойка его передвижение его атака защита то есть для меня это важно но мне достаточно на этом взглянуть полраунда и раунд и они будут смотреть весь бой целиком и вот но этих боев может быть несколько но и я из этого складываю определенную картину по сопернику дмитрий рассказывает что практически все свободное время уделяет спорту семья его активно в этом поддерживает старшая дочь серьезно увлекается художественной гимнастикой и как признается сам дмитрий если она захочет связать жизнь с профессиональным спортом препятствовать этому не будет у меня было увлечение очень такое серьезное мне нравится стричь да не буду вовлечение я отучился образование у меня парикмахерская специалист по стрижкам и потом когда я свою 2008 боксерскую карьеру закончил я решил почему мне не начать стричь снова я пошел учиться и и сдал экзамены занял второе место на конкурсе большом российском конкурсе невские берега у нас питере проходит занял второе место по стрижкам и начал работать в салонах красоты начал укладывать стричь мне это нравится сама сам процесс но просто определенный момент я понял что немножко это поздно этим начал но это не показатель но я понял что чтобы как-то зарабатывать деньги надо было этим раньше начать заниматься вот поэтому но сам процесс мне нравится стрижки дима откуда вот это прозвище baby откуда оно пришло вроде на baby не похож вот это комплимент на самом деле она ко мне это прозвище прилипло потому что я действительно был похож на baby я в 19 лет перешел боксера профессионала в 19 лет я выступал я был действительно как ребенок и девочка в испании увидела меня и кричала пикини по-испански что значило ребенок что он здесь делает я боксировал в ринге и после этого у меня все начали называть baby малыш да и я я как бы в хотя мне пытались придумать какие-то клички там грозные там у там но я бы я просто понимал что это не ко мне точно но там и поэтому да и но когда baby она сама вот но она и горю что попытки придумать кличку они там оттуда 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 но не вообще никак и она сама на боях в испании я боксировал мне девочка это просто вот она крикнула и и после этого все взяли о baby малыш все я с тех пор войну то есть я малыш и сейчас лишь к сожалению уже не такой малыш уже old baby уже старый я понимаю свой свой возраст физиологически но опять же возвращаясь я говорю что я люблю свое дело я не нравится его делать и несмотря на свой возраст я понимаю что рискую здоровьем мои близкие мне говорят об этом но но я это делал лучше всего в свое время и лучше всех в мире это дело и почему я не могу делать и доказывать что я что-то могу сейчас несмотря на возраст тем более не считаю у нас только критическим еще есть порах как говорится пороха вниз чемпионом европы в первом легком весе дмитрий так и не стал с первых раундов дмитрий кириллов смотрелся очень уверенно но к экватору боя его 25-летний соперник евгений чупраков перенял инициативу бой закончился досрочно после боя дмитрий объявил о том что хочет завершить свою боксерскую карьеру дима мы все видели как закончили закончился бой и ты объявила закате своей карьеры это для тебя тяжелый безумно честно скажу не на сто процентов уверен но я понимаю что наверное на мой жизненный профессиональный век как достаточно потому что я с 11 лет с 19 профессионалах я думаю что всему есть свой предел и надо правильно вовремя остановиться я буду стараться изо всех сил честно но раз я сказал буду держать свое слово это на этом можно поставить точку а вы меня сейчас я я честно я честно скажу что не знаю я наверно наверно то очень советую семья уже давно мне сказала хватит ставь точку но не могу пока остановить время пока да время пока сегодня дмитрий активно делится полученным опытом с начинающими боксерами спортсмен признается что каким бы занятием он не увлекался в какую бы сферу не погружался рано или поздно он все равно возвращается к делу своей жизни боксу у меня свои школы бокса до клубы где работаю тренером по боксу где преподаю есть дети у меня своя школа была в деревне где детей тренировал детишек я понимаю что я могу что-то дать и мне нравится это занятие сейчас я тренер и опять же говорю что тренерская деятельность меня опять вернула на ринг потому что я смотрю показываю делаю повторяю учу обучаю постоянно в этом нахожусь в этом живу что-то